здравствуйте дорогие друзья итак пятое число сегодня кстати йорцет адмора из пясечной есть такая книга она на русский язык переведена постигая сердцем хават от алмамидим и он там сказал интересные слова к родителям воспитателям он говорит что всевышний желая рассказать нам о праведности авраама из всех качеств которые были у этого великого человека сказал только одно он близок ко мне поскольку наставляет своих сыновей и дом свой после себя чтобы они хранили путь бога понимаете то есть нам открывается здесь вот адмор открывает нам великую великую истину что мы ее потом увидим в другом месте еще открываясь аврааму всевышний сказал что полюбил его за то что он укажет своим потомкам путь справедливости и милосердия то есть люди всякие там один поперу написал одну что-то бог любит человека за то что он следующему поколению что-то рассказывает вот о хорошем о боге да итак мы увидели с вами сейчас дельная глава заканчивается создан человек и вселенная и после каждого этапа творения тора что сообщает и увидел бог что это хорошо и только после создания человека вот эта фраза итоговая как бы она отсутствовала почему все что делал бог он увидел когда приобрел законченность неизменность на все времена земля там небо и так далее и только человек не соответствовал этому критерию человек он не зафиксирован он переменчив поскольку обладает абсолютно единственной кто свободной воли и способностью выбирать между добром и злом чем мы удачно или неудачно пользуемся вот почему завершив рассказ о творении адама творец не добавляет и увидел бог что это хорошо ведь человек может поступить и хорошо и плохо опять же как мы видим однако уже после того после того когда всевышний создал человека я глядел все вокруг и что сотворил он за шесть дней за и за всем давайте говорить со вторым что он решил что его грандиозный проект удался на славу искал все теперь очень хорошо получается что что чеки отдельно не сказано хорошо а вместе с тем что создано до него очень хорошо и тут нет никакого противоречия тут именно человек свободен выбирать ни один цветок ни одно животное ни одна планета ни один никто даже ангелы не способны они были запрограммированы еще в момент своего возникновения не могут выбирать там послушание или непослушание пойти там сделать как бог сказал или нет человек выделяется именно этим что реализуя божественную волю он становится партнером бога или наоборот не дай бог сворачивает совершенно другую сторону поэтому а когда мы видим что творится на земле мы часто видим что выбирали на то но есть надежда надежда на знаете чем связано системы управления мудрецы сказали что бог не препятствует естественному ходу жизни но когда надо вмешивается и обеспечивает помощь небо мы видели это во всех войнах израиля во всех ситуациях когда казалось бы ничего больше не получается появляется помощь небо более того учитывая вот смотрите ноя глава но сейчас специально нам об этом рассказывает полное отсутствие технических средств там ног не знал как строить он вообще в жизни мне построил себе корабль который и два часа продержался бы на воде но бог вмешивается в это дело обеспечивает плавучесть ковчега с птиц животных не поместилась бы столько вообще и пища бы не поместилась которую надо им накормить в течение года то же самое воде вообще можно сказать мы как столько воды доставить ковчег но одно мы знаем что все было было почему потому что бог он помогал переживать любую катастрофу поэтому надо помнить что чтобы там не делалось чтобы надо быть более ближе к богу на не выдумывать себе ничего надо стараться быть ближе к духовности и понимать что бог он может спасти в любой момент а для особо нервных еще мудрецы сказали если не можешь решать сегодня проблему справиться с собой хотя бы не распространять депрессию вокруг себя я такой несчастный кому бы еще передать вирус депрессии не превращает других таких же несчастных как и ты распространять негатив написали как ни странно ты увеличиваешь собственные проблемы это удваивает их а что делать в этом случае в гмаре приводится следующее сказал рабиец как дающий монету нищему получает 6 благословений а тот-то ободряет его словом 11 это софот нам объясняет что хотя ободряющий ничего не дает но все равно получает 11 благословений и отсюда видят мудрецы сказали с определенной точки зрения ободрять и улыбаться ближнему в определенных случаях вообще важнее чем даже помочь ему деньгами и тот кто помогает словами и там светом каким-то душевным увеличивает оптимизм люди чуть-чуть поднимает настроение он возвышает дух ближнего как короче у нас сегодня важно что написано вера улыбка и надежда и обязательно все будет хорошо брахов и отслахов